доброй ночи дорогие друзья сегодня хочу дать еще одну практику на самом деле рождена она была не случайно не от того что все так быстро и гладко двигается последнее время к нам приходит много писем принципе они такие письма приходили всегда и мы не знали что с этим делать вот например я вот такая хорошая я там написала анкета радикального прощения прописала будущее будущее вот сижу жду принца он ко мне не прискакал на белом коне или вот жду когда весь мир изменится чтобы я смогла прожить там путешествие еще какие-то задуманные планы или мой ребенок не поправляется а я вот такая вот вся отработанная и мы когда читаем вот эти письма ну с одной стороны весело да ведь вроде взрослые люди пишут вроде как и мозг есть вроде как и логика есть а с другой стороны мы понимаем что человек находясь в определенной ситуации в определенных условиях просто зацикливается и перестает думать и мы решили предложить вот людям у которых получился день сурка либо вот они не видят результатов на которые они рассчитывали вот быстрых вот таких вот по щелчку пальцев делать практику практика простая заводите дневник и в этом дневнике страничку делится на две части и каждый день отвечаете на два вопроса в одной колонечке будет вопрос который звучит так как я сегодня проявился или проявилась а во второй колонечке вы пишите ответ на вопрос как я сегодня изменился или изменилась изменился и проявился и каждый день что вам не меняется здесь и сейчас как я проявляюсь в этом мире что я творю что я делаю как сияет моя душа здесь и сейчас и вот каждый день если вы начнете анализировать насколько вы двигаетесь вперед действительно ли в вас есть изменения какие изменения в какую сторону действительно ли вы начинаете действовать и проявляться то тогда вы сами сможете наблюдать за собой где вы остановились и где вы начали врать сами себе потому что на самом деле зачастую эту ложь трудно заметить трудно прочувствовать а это дневничок он очень подсвечивает все мы вообще сейчас разрабатываем такой мы его назовем собрешник и вот в этом собрешники будут все нужные практики которые открываешь и там вопросики ответики вы пишете сами уже для того чтобы для того чтобы действительно честно работать над собой ведь мы за вас вашими ножками не пройдем мы за вас вашу песню не споем и вашу жизнь не проживем мы делаем то что можем да то есть мы какие-то психосоматические вещи помогаем вам осознать зачистить изменить даем какую-то техническую базу по которой вы сможете двигаться вперед вы понимаете двигаться надо будет вашему телу и вам действительно надо будет измениться чтобы изменилась ваша жизнь ведь не просто так ваша душа поставила вас в определенные условия в условия болезни либо в условии каких-то обстоятельств у вас создана определенная реальность это реальность создана зачем-то и смысл этого зачем всегда изменение и до тех пор пока вы не изменитесь пока не изменится ваша система реагирования пока не будет выведена агрессия злость раздражение вина обида зависть жадность гордыня тоска и так далее вся вот это вот подноготная часть которая влияет на отток энергии на раз материализацию на ухудшение здоровья которая складывает обстоятельства которые вас зажимают до без этого ничего не будет без этого вы будете там где вы есть а для того чтобы вылезти из болота надо начать вылазить а это действие а это действие а это ваши изменения и ваши проявления давайте их фиксировать осознанно единственное любое изменение любое проявление не более пяти тире семи слов если вам надо писать более просто пишите письма сами себе вы потом сжигаете их вы же пишите их для себя для того чтобы не засорять эфир откровениями и для того чтобы забирать энергию которую вы выкладываете на бумагу себе обратно это же ваша жизненная энергия поэтому вот когда что-то много пишите это конечно лучше сжечь ведь это вы пишете для себя вообще все вы делаете для себя в конце концов пора признать это